Здравствуйте! Вашему вниманию очередной выпуск новостей от Приан. Сегодня мы поговорим об иммиграционных возможностях Европы. В центре внимания программы для финансово независимых лиц. Также оценим открывшийся выставочный сезон и восстанавливающийся интерес к Турции. Но начнем с новых ограничений для граждан России. Литва стала первой страной, официально запретившей гражданам России и Беларуси, не имеющим ВНЖ, покупать недвижимость. И пусть решение называют временным, прецедент, что называется, создан. Можно, конечно, заметить, что отношения между Литвой и Россией давно напряженные, а литовская недвижимость никогда не была особенно популярной у россиян. С другой стороны, почти 700 купленных в прошлом году объектов – это не ерунда. Но все равно сейчас трудно представить, что подобные ограничения будут вводить и другие страны Европы. Тем более, что не в запретах камень преткновения. Купить недвижимость в Европе трудно в первую очередь из-за проблем с переводом средств. Чуть проще, если есть счет за пределами России. Но реально упрощает покупку вид на жительство. А еще лучше гражданство в какой-либо стране. Ну, лучше, конечно, европейской. Программ гражданства, открывающих путь в Европу и открытых для россиян, сейчас, по сути, нет. Гренадская закрывается для нас в конце марта. Остаются Турция и Вануату. Но с ними путь в Европу все равно далеко не прямой. Еще была надежда на появление инвест-программы в Албании. Она, конечно, тоже не Евросоюз и не Шенген, но туда стремится. И вот о днях жестко против еще даже не утвержденной схемы выступили власти ЕС. Албанцы тут же заявили, что приостанавливают разработку. Окончательное их решение будет зависеть от разбирательства между ЕС и Мальтой. Там, как известно, тоже есть программа гражданства, правда, недоступная сейчас для россиян. Вот если Европейский суд вообще закроет ее, пожалуй, о перспективах подобных схем Европе придется забыть. Причем всем. Так что дорога в Европу связана сейчас с разными программами ВНЖ. Например, визами цифровых кочевников. Португалия, Испания, Греция успешно привлекают к себе тех, кто может работать удаленно. Но о цифровых кочевниках мы поговорим подробно через неделю. Сегодня о другой возможности. Программах для финансово-независимых лиц. Более всего популярны схемы Италии и Франции. По программам для финансово-независимых лиц значение имеет доход, который может показать человек. Доход должен быть именно пассивным, то есть то количество денег, которые вы независимо от регулярного посещения своей работы можете зарабатывать. Подходит доход как индивидуальных предпринимателей, ИП, дивиденды, доход от аренда и прочие похожие пассивные доходы. Сумма достаточно небольшая. На одного человека в год нужно показать 31 тысячу или более для Италии и 25 тысяч и более евро для Франции. Суммы, которые требуются показать заявителю, невелики. Но главное преимущество таких программ как раз в том, что они не инвестиционные. Ведь что, собственно говоря, не нравится властям Евросоюза? То, что статус в некоторых странах можно купить. В самой покупке есть что-то сомнительное. А вот схемы в Италии и Франции это, по сути, законы. Вероятность, что их отменят куда ниже. Конечно, для оформления таких ВНЖ придется решать вопрос с жильем и тратиться на юристов. Я лично не знаю примеров, когда все вопросы соискатели могли решить самостоятельно. Пакет документов всегда рассматривается индивидуально. Вся процедура относительно творческая. Так что помощники тут необходимы. В Италии срок оформления занимает около 4 недель. И зависит от пакета документов. Самое главное, в каком консульстве мы подаемся. Детали вы всегда можете узнать у наших экспертов. Франция доступна только для тех, кто имеет недвижимость во Франции. Поэтому, если у вас уже есть такой объект на территории этой страны, вы можете оформить ВНЖ для финансово-независимых. Займет тоже где-то в пределах трех месяцев. Что касается проверки документов. Безусловно, вы должны не иметь судимости. Вы должны иметь недвижимость в собственности для Франции и в аренде для Италии. У вас должен быть специально зарегистрирован договор аренды. Все документы на недвижимость должны быть в полном объеме. А также это комплайнс-досье. Как правило, это самый сложный пакет документов. Вы должны доказать происхождение вашего дохода. Он должен быть чистый, с уплаченными налогами. Примерно под тем же принципом работает еще одна схема для финансово-независимых лиц. Немецкая. Основанием здесь является закон о пребывании. Состоятельный иностранец может при желании переместить центры жизненных интересов в Германию и ходатайствовать о предоставлении ВНЖ. Заявитель должен подтвердить свое богатство. Ориентируйтесь на активы от 1 миллиона евро. И доходы. Они нужны высокие, но тоже не чрезмерные. 4, а лучше более 5 тысяч евро в месяц. Хорошо, но не обязательно, если активы находятся за пределами России. Одобренных заявлений от состоятельных россиян в Германии можно пересчитать по пальцам на руках. Но так было всегда. Эта схема, повторюсь, никогда не была массовой. И в нынешних условиях важнее, что она в принципе работает. Кому интересно, прикрепляем ссылки на интервью с экспертом из Германии, а также список компаний, помогающих в оформлении ВНЖ такого типа. И несколько слов о выставках зарубежной недвижимости. Первые прошли в Москве в середине марта. Через неделю Empires в экспоцентре на Красной Пресне. Через две – проперти-шоу на Тишинке. Получить пригласительный билет можно по ссылкам в описании к видео. Прошедшие выставки подтвердили, в общем, очевидное. Сейчас время Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Компании из этих стран – три четверти, а то и четыре пятых. Далее. Интерес к турецким объектам начал постепенно восстанавливаться после землетрясения. Собственно, мы видим это и на Априан. Главный же вопрос – как поменяются права иностранных покупателей в мае, после президентских выборов. Согласно опросу «Метрополь», около 80% граждан Турции считают, что продажа жилья чужеземцам должна быть запрещена. Кандидат в президенты от Объединенной оппозиции, господин Кемаль Калычдар Аглу, вроде как обещал приостановить продажи иностранцам, пока цены не упадут. Впрочем, его ключевой союзник Мирал Акшенер высказывается куда мягче. Он лишь призывает ограничить продажи иностранцам в южных районах, тех, что пострадали от землетрясения. Там начнут массово возводить новое жилье, а запрет сможет, очевидно, контролировать цены в одних, а заодно сохранить для страны инвестиции в других районах. Так или иначе, представители турецких компаний, работающие на выставке, особого волнения по поводу выборов не выказывают. Это в некоторой степени успокаивает. Зачем приезжать в далекую и недешевую Москву, не видя перспектив? И еще о выставках. Наибольший ажиотаж все равно на стендах европейских компаний. Отчасти потому, что их приезжает немного. По одной-две на каждую из стран Южной или Центральной Европы. Но главное, они представляют не только объекты, но и реальные способы их приобрести. А также иммиграционные схемы. Состав участников сейчас может меняться очень оперативно. Так что за 2-3 дня до выставки не поленитесь проверить и спланировать посещение. Кстати, через неделю на Эмпайрс Прян проводят семинары. Так что там увидимся. До встречи. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем мира и безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok